Всем привет! Добро пожаловать на канал Пербагов! Сегодня приготовим суши торт. Салат как по вкусу суши Филадельфия. Прекрасно подойдет для праздничного стола или романтического ужина. Для большей красоты и удобства в салат можно выложить порционно на тарелки или в стакан слоями. В этом салате очень хорошо сочетаются все ингредиенты. Рис блюда идет не просто отваренным, а у него добавляется уксус, который значительно меняет его вкус и улучшает. У меня торт получился диаметром 15 сантиметров. Для начала необходимо рис перебрать, промыть и отварить в воде. После закипания убавляем огонь. Варим примерно 15 минут. Пока варится рис, подготавливаем другие ингредиенты. Нам понадобится 2 листа нори. Один лист нори вырезаем по форме, который будем выкладывать. У меня это круглое кольцо. Круглую основу откладываю. Остатки и один лист нори мелко нарезаем. Огурец разрезаем на несколько частей и убираем внутренности, где семенная часть, с помощью ложки. Семена нам не понадобятся. Они содержат слишком много влаги, а она нам тут не нужна. Оставшиеся кусочки огурца нарезаем маленькими кусочками. За это время уже сварился рис. Его хорошо перемешиваем и через 3 минуты в горячий же рис добавляем рисовый уксус. Все хорошо перемешиваем. Обязательно после попробуйте рис на вкус. Если вам чего-то не хватает, например соли и сахара, то добавьте. Подготовленный рис оставляем остывать. Филе красной соленой рыбы нарезаем на крупные кусочки, удаляем все косточки и нарезаем их маленькими кусочками. В творожный сыр добавляем соус дорияки и все хорошо перемешиваем. Сушить торт сразу будем выкладывать на блюдо для подачи. Форму, в которую вы будете выкладывать, обязательно смажьте маслом. Первым слоем выкладываем лист нори. Если вы выкладываете стакан слоями, то лучше листья нори нарезать в рис и все хорошо перемешать и также выкладывать слоями. На нори выкладываем половину риса. Все хорошо выравниваем и уплотняем с помощью ложечки или специальных приспособлений. В оставшуюся половину риса выкладываем листья нори и все хорошо перемешиваем. И отставляем в сторону для следующего слоя. Следующий слой это половина творожного сыра. Выкладываем сверху и выравниваем. Творожный сыр с соусом торияки получается очень эластичным, мягким и очень вкусным. После выкладываем кусочки огурца. Несколько штучек можно оставить для оформления. На огурец выкладываем красную рыбу. Также оставляем несколько кусочков для оформления. Следующим слоем выкладываем рис с листочками нори. Также выравниваем слой. Последним слоем у нашего торта выкладываем творожный сыр. Стараемся равномерно его выравнить. Сверху хаотично оформляю красной рыбой и кусочками огурца. Готовый торт отправляю в холодильник на часик для стабилизации. А перед подачей можно дооформить торт с помощью имбиря и васаби. Из имбиря я делаю цветочек. Вот такой красивый и очень-очень вкусный торт у нас уже получился. После того, как он хорошо постоит в холодильнике, он очень хорошо разрезается. Но, как я и говорила, можно сделать порционно или разложить слои в стакане. Как бы вы не оформили это блюдо и не подали, оно будет все равно очень-очень вкусным. Потому что здесь идет очень хорошее и удачное сочетание ингредиентов, такие же, как и в сушах Филадельфия. Порадуйте себя и близких вкусом суши торта. А я благодарю вас за внимание. Спасибо, что были со мной. Пишите комментарии, ставьте класс, подписывайтесь. И, как всегда, я вам желаю всего самого наилучшего и вкусного блюда на кухне.